Глава 3. Зарождение Бодхичиты Великую радость я нахожу в добродетели, облегчающей страдания существ низших миров и наделяющей счастьем страждущих. Я сорадуюсь накопленной добродетели, помогающей достичь пробуждения. Я сорадуюсь полному освобождению всех живущих от страданий самсары. Я сорадуюсь пробуждению покровителей и духовным уровнем сыновей Будд. В Бодхичите, в этой благости, безбрежной как океан, приносящей блаженство и пользу всему живому, я нахожу великое счастье и радость. Сложив ладони у сердца, я молю победителей, пожелавших уйти в нирвану. Будьте с нами бесчетные кальпы, не оставляйте живущих во тьме. Так пусть же силой заслуги, которую я накопил, вознося эту молитву, все живущие полностью избавятся от всяких страданий. Да буду я лекарем и лекарством для страждущих, и да буду я сиделкой, покуда каждый из них не исцелится. Да сумею я дождем яств и напитков уничтожить муки жажды и голода, а в голодные кальпы, да обращусь я сам в напитки и яства. Да стану я для бедняков неистащимой сокровищницей, да буду я превращаться во все, что им нужно, и да буду всегда у них под рукой. Нисколько не жалея, отдаю я тело свое, вещи и все добродетели трех времен на благо всем живущим. Нирвана есть отречение от всего. Нирвана цель моих исканий. И если должно все отринуть, лучше это раздать всем существам. Я отдал свое тело на радость всем живущим. Пусть же они с ним делают что угодно, бьют, унижают, лишают жизни. Пусть они забавляются с телом моим, выставляют его на посмешище и порицание. Что мне до того? Я отдал свое тело им. Пусть они поступают с ним по своему разумению, лишь бы это им не причинило вреда. И когда кто-нибудь обратится ко мне, да не пройдет это для него без пользы. Если в тех, кто столкнется со мной, родится недобрый или гневный помысел, пусть даже это станет вечным источником исполнения всех их желаний. Да выпадет счастье обрести полное пробуждение всем, кто оскорбляет меня или причиняет иное зло, а также тем, кто надо мной смеется. Да буду я защитником для беззащитных, проводником для странствующих. Да буду я мостом, лодкой или платом для всех, кто желает оказаться на том берегу. Да стану я островом для жаждущих увидеть сушу и светочем для ищущих света. Да буду я ложем для изнуренных и слугой для нуждающихся в помощи. Да стану я чудотворным камнем, благим сосудом, действенной мантрой и снадобьем от всех болезней. Да стану я древом, исполняющим все желания и коровой изобилия для всех живущих. Подобно тому, как земля и другие элементы приносят всевозможную пользу бесчисленным существам беспредельного пространства, да буду и я источником жизни для живых существ всех сторон пространства, покуда все они не достигнут нирваны. Подобно тому, как сугаты прошлого зарождали бодхичиту в своих сердцах и шаг за шагом исполняли практики бодхисат, так и я, на благо всего живого, сумею зародить бодхичиту и шаг за шагом стану выполнять эти практики. Те разумные, кто достигнув ясности породил бодхичиту, должны так восхвалять ее, дабы впредь она продолжала расти. Моя нынешняя жизнь плодотворна. По счастливой случайности я обрел тело человека. Сегодня я родился в семействе Будды, и теперь я один из его сыновей. И потому должен я совершать лишь деяния, достойные моей семьи. Я не хочу запятнать это безупречное семейство. Я подобен слепцу, отыскавшему жемчужину в мусорной куче, каким-то неведомым чудом бодхичита зародилась во мне. Это лучшая амрита, побеждающая смерть в мире. Это неистащимая сокровищница, избавляющая мир от нищеты. Это всесильное снадобье, исцеляющие мир от болезней. Это древо, у которого отдыхают все существа, уставшие блуждать по дорогам бытия. Это мост для всех существ, ведущий к освобождению от дурных уделов. Это восходящая луна ума. Ее лучи успокаивают мучения, порождаемые клешами. Это великое светило. Его свет навеки рассеивает мрак вселенского неведения. Это свежее масло от пахтания молока истинной дхармы. Для каравана существ, блуждающих по дорогам бытия и жаждущих изведать счастье, это праздник, дарующий безмерную радость всем пришедшим гостям. Сегодня пред всеми покровителями я призываю весь мир познать земную радость и состояние сугат. Да возрадуются боги, асуры и все существа. Такова третья глава Бодхичарья Аватары, именуемая за рождение Бодхичиты.